Еще шли бои. Там состоялась большая встреча командировщиков Чеченской Республики, международных журналистов, телерадио и печатных изданий, которые получили уникальную возможность задать самые волнующие вопросы, касаемые специальной военной операции. А таких вопросов накопилось много. Часто читатели на сайте задают вопрос, как получилось так, что чеченский народ стал ключом к плечу с русским народом и с жителями Донбасса. В чем здесь такая хорошая история? Как она произошла? Ну да, действительно, мы тоже слышим такие вопросы. Удивляются. А в чем здесь удивиться? Мы всегда были вместе, мы всегда были плечом к плечу. И именно такие моменты, трудные времена, нас всегда и объединяли. Это во-первых. Во-вторых, именно чеченский народ, когда, в каком веке, можно сказать, спросили у чеченского народа, как вы хотите жить или с кем вы хотите жить. Мы с покон веком, мы все жили вместе, дружно. Мы это все знаем и по истории знаем, и по преданиям тоже знаем. Единственное, в 2003 году, первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Хадыр, вы все это знаете, помните, вот провел референдум. Впервые в истории спросили у чеченского народа, как и с кем вы хотите жить. На то чеченский народ единогласно ответили на референдум. Мы хотим жить в Российской Федерации в составе общей российской семьи в мире дружбы. И все. И здесь, если ответить прямо на этот вопрос, ничего удивительного нет. Мы всегда, в царские времена, мы знаем, была легендарная дикая дивизия. И во времена Великой Отечественной войны мы все знаем, слушали про легендарного полемберчика Ампаши Нурадилова. И, как говорится, на данный момент нас именно объединила борьба против этого фашизма, против этого нацизма. И, как говорится, война очередной раз, именно специальная военная операция, которая проводится на территории Украины и Донбасса, нас объединила. Хвала сегодняшнему, что сегодня мы вместе, чеченцы и бойцы Луганской народной республики, русские, татары, дагестанцы, все мы вместе, вместе защищаем нашу родину, наши ценности, наши религии. Расскажите, пожалуйста, о ходе операции. Как удалось в такие короткие сроки освободить город? Ну, я об этом уже говорил, наверное, неоднократно. У нас получилась такая картина, что все силы и средства, все подразделения, которые, по сути своей, работали над тем, чтобы заблокировать кольцо вокруг Лисичанска, они очень хорошо сработались, все наши подразделения единовременно получилось так, что зашли со всех сторон. И еще вдобавок ко всему этому у нас получилась такая картина, что мы за три дня в общей сложности освободили три города. Подряд получается, что вот в это кольцо попали вот еще два города, и получилось так, что подразделения Ахмат с другими подразделениями, тоже 2-го корпуса Луганской народной милиции, Минобороны, других подразделений, Росгвардии, которые шли уже со стороны, значит, Золотого, оттуда, которые шли, вот они все, получается, тоже подошли единовременно с нами, мы тоже шли, получается, со стороны Старой Краснянки. И вот этот вот маховик, который уже был раскручен, его уже остановить никто и не смог бы. То есть так получилось, что под этим напором они дались все в бега. В принципе, уже кольцо было заблокировано, и вот последний участок, получается, дороги, когда у нас сзади, когда он уже заблокировался, уже к этому времени они успели уже большей частью выскочить. Ну, отмечу, что техника, она все осталось здесь, вооружение, оснащение они все бросили, убежали кто как мог. Как далеко они от нас сейчас? Ну, далеко, в общей сложности, это получается, отсюда, наверное, у нас где-то, да, около 20 километров, 18-20 километров. Это вот сюда клином входит участок уже Донецкой народной республики, получается, территория. Вот, получается, что отсюда 20 километров. Скажите, пожалуйста, в самом начале операции достаточно все-таки они упорно сопротивлялись. А сейчас уже смотрим, что достаточно быстро вы их ломаете. Что происходит? Вы знаете, ну, тут надо отметить одну вещь. На самом деле, в начале они еще себя как-то, они тешились себя такими надеждами, что сейчас-сейчас вот за них придется Америка, НАТО, что вот их оружие чем-то им поможет. Они же на самом деле очень слушают вот эти все интернет-ресурсы, читают их, и у них надежды были на это. Ну, в конечном итоге, когда уже они поняли, что противостоять нам физически невозможно, то уже надо отметить, что дух у них на сегодняшний день находится на нулевом уровне. То есть, если их подразделения воюют, они воюют так, что находятся впереди подразделения, сзади за ними становятся заградотряды из нацистов, которые стреляют тех, которые отступают. То есть, даже сегодня, если они продолжают воевать, это только за счет того, что их насильно заставляют находиться и в окопах, и стрелять в нашем направлении. А так, малейшая возможность, они сразу даются в бега. Мы, можно сказать, несколько недель и даже месяц, вот именно исходя из того, как разыгрывается именно сражение на полях военного театра, и Рамзан Ахматович об этом и командиром говорил, вот, и это еще раз лишний раз подтвердилось. Помните дело? Когда мы, так скажем, воевали за попасные, в той направлении, за рубежные, вот эти города, Рамзан Ахматович отмечал. Если мы с такими боями и с таким напором мы пойдем на Лисичанск, то я на 99% уверен, что в Лисичанске, так таково, мы их сопротивления не увидим. Мы увидим их сверкающие пятки. И так и случилось. Так и случилось. Мы сегодня как раз с командиром разговаривали. Помните, месяц, так скажем, назад Рамзан Ахматович об этом говорил. Если с таким напором мы пойдем на них, то мы в Лисичанске увидим их пятки, блестящие от бегства. Так и подтвердилось. Спасибо. В принципе, один из газетов. Знаете, Турция и, можно сказать, в исламском мире, не понимают, почему Чеченцы здесь воюют. Я понимаю, потому что иногда они смотрят события или западные семьи. Почему вы здесь? А вы откуда вы сказали? В Турции. Конечно, я сразу могу, так скажем, в ответе. Но я хочу привести пример. Вчера мы наблюдаем какое-то шествие, гей-парад в Европе. До этого, буквально пару дней назад, какие-то там стычки именно были в Турции. Да? Было так. Мы за это воюем. Мы воюем за наши духовные, религиозные ценности. Единственная страна в мире, кто защищает, без разницы, любого человека, верующего в любой конференции, это все мы знаем, это Россия. Это президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. Это во всем исламском мире знает глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахмадович Кадыров. Мы на жихаде, чтобы наши турецкие братья и братья всего мусульманской умы знали, мы на жихаде, на большой жихаде. Мы воюем против сатанизма, мы воюем за нашу религию, за наши ценности человеческие и за общую свободу наших граждан. Спасибо. Еще у меня вопрос. Вот Европа, США и этот самый мир объявили войну России. Но, мы знаем, за последние 30 лет они уничтожили, разгромили Ливию, мусульманскую, исламскую страну, зверски убили руководителя Муамара Каддафи, разорили Ирак, разорили Сирию, разорили Афганистан. Понимаете, в чем дело? А может быть, пора предъявить всей этой Европе джихад. 20 с лишним миллионов мусульман находятся в Европе, ушедших из Турции, из Ливии, из других стран Востока. Это все мусульмане. Я не буду сейчас даваться какие-то течения, кто как, понимаете, но это все люди, брошенные, выброшенные со своей родной земли. Может быть, Европе пора уже отвечать, может быть, объявить джихад Европе. Но спецназ Ахмат во главе с главой республики, героем России Рамзан Ахматовичем Кадыровым. Мы уже объявили им джихад, мы воюем на джихаде. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! А насчет других стран, я, честно, сказал бы именно нашим братьям, мусульманам, мы же смотрим, мы же видим, как именно Европа, Америка поступила с их странами, свергли их руководители, общевыбранных, так скажем. Ну, для них, я думаю, что они тоже, они-то знают все это, мы же прекрасно знаем, что они все это знают, все это понимают, чтобы таким же образом, как и Россия, вот этим, этой нечистью, этой бандеровщиной, этой всяким шайтаном объявили джихад. Я думаю, что чуть-чуть они посмотрят еще на нас и объявят. И насчет вот именно тех точек принятия решений, так скажем, о которых мы говорим, я думаю, что если вот такие вещи, как в Пурской, Брянской области еще повторятся, они доиграются. Я в этом уверен стопроцентно. Такие удары тоже будут, иншаллах, начиная с Вашингтона, там, с Польши, с Европы. А вот такой вопрос. Сейчас вот говорят, что много наемников. Вот какой примерно процент от тех сил ВСУ, которые националисты эти вот все, вот процент наемников, намного он увеличился, уменьшился? Как вот происходило? Давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос. Ну, если мы будем о процентном соотношении количеству ВСУ, то там нету такого количества наемников и таких желающих такого количества прийти и умереть за Украину. Их нету. Есть там пара тысяч, несколько тысяч человек, которые сюда заехали. И я Вас могу заверить, что большая часть из них уже никуда не уедет. Вот все, они уже здесь остались. Навсегда. Может быть, навсегда, а может быть, еще и в качестве удобрения куда-то и вывезут. Но живыми они отсюда, большая часть из них, она уже не уехала. Поэтому, когда люди преподносят даже на той стороне, что здесь вот за Украину воюет там весь мир именно в качестве добровольцев, мы с вами должны понимать. Сегодня Россия воюет против блока НАТО. Это против всех государств, которые состоят в блоке НАТО. То есть, наше вот ошибочное мнение, что мы воюем якобы с Украиной, но оно, по сути своей, в конечном итоге вы тоже все должны проснуться, что мы не воюем с Украиной, мы не воюем с украинским народом, мы воюем с блоком НАТО и с теми странами, которые состоят в этом блоке. И все эти страны, к вашему сведению, приложили весь максимум усилий, да, руководство этих стран, оно приложило весь максимум усилий к тому, чтобы украинская сторона якобы, чтобы она победила, чтобы она выиграла у России эту войну. Ну, к вашему сведению, вот опять же дополню, Россия воюет против этого блока НАТО, который сегодня нам противостоит, даже не одной рукой, а просто вот так, двумя-тремя пальцами Россия воюет. Вы заметите, что все силы и средства Российской Федерации, все эти вот, как говорится, наши военные части, они находятся по всему периметру Российской Федерации, на территориальных своих базах, они все находятся на своих базах, занимаются своими делами. Если вы заметили, то у нас не было в России еще ни одного, как говорится, как на территории Украины, мобилизации, ни одной волны у нас не было. Даже наши силы и средства, которые могут быть задействованы, даже они задействованы только на определенный процент. Поэтому стоит отметить, что Россия вполне в состоянии и с блоком НАТО, и с теми государствами, которые в этом блоке состоят, и с Америкой. Это я вам могу сказать ответственно. Даже я, на самом деле, команда Кадырова, мы в один голос говорим, что мы хотели бы, чтобы Владимир Владимирович Путин не давал команды нам останавливаться у каких бы то ни было границ. Потому что до тех пор, пока мы не придем в эти государства и не воткнем еще раз флаги над рейхстагами, над ихними, как говорится, самыми государственно важными объектами и не заставим их поставить вот эту точку, они будут каждые сто лет выпендриваться и делать так, чтобы мы приходили к ним домой. А чтобы этого не было, мы хотя бы сейчас должны поставить четко жирную точку. Я надеюсь на то, что эта жирная точка, она будет поставлена. Поэтому, если вы говорите о том, что на той стороне воюют добровольцы со всех государств мира, это не добровольцы. Это не добровольцы. Это представители вооруженных сил блока НАТО, которые под видом добровольцев приходят сюда воевать против нас. Если вы видите, заметьте, что эти вот самые подготовленные силы, спецназы блока НАТО, они против нас выдерживают, ну, 1-2-3 дня максимум. После этого их начинают отсюда увозить пачками, и вы в интернете можете сами видеть, как они плачутся и говорят. Мы думали, что это будет война, как обычно. Они будут приезжать в арабские страны, ложиться, как в тире отстреливать людей, уезжать и гордиться этим. Нет, здесь против них воюет Россия. В составе каких бы подразделений это ни было, факт заключается в том, что эти подразделения могут их заставить бежать и плакать. Вот и вся суть. Мы с вами солидарны, спасибо. С самого первого дня специальной военной операции на месте работают журналисты ЧГТ Арка Грозный. И сегодня наши уже опытные военные корреспонденты сопровождают гостей и делятся с ними опытом. В рамках прессура международные журналисты пообщались с местными жителями и высокопоставленными командирами. Магомед Сураев, Муса Астемиров, Магомед Закаров, Айди Алдамов. Новости из Луганской Народной Республики.